Ну, здравствуйте. Продолжаю. И я скажу, что мне удалось записать предыдущий репортаж на YouTube и, в общем-то, и на Facebook. Вот. И я продолжаю. Еще раз быстро повторю, что никакой реальной войны не могло начаться в феврале 2022 года при вот таком показателе, жутком показателе плюс тестов по ковиду. Вот. И здесь я скажу об одном. Я бесконечно благодарна Александру Бражникову. Вот. Огромное спасибо вам, Александр. Я прочитала биографию, и вы тоже из органов. И, в общем-то, вы достойнейший представитель этих органов. В общем-то, простите, но как и мой дедушка. Да, с новой фамилией Патрушев. Он не родился с такой фамилией. Это не важно. Спасибо вам большое. Я смогла понять ваши тексты. Спасибо. И смогла понять, потому что мой дедушка был, в общем-то, тоже очень умным человеком и никогда не говорил прямым текстом. Догадайтесь. Я догадалась. Александр, еще раз вас благодарю. И благодарю моего дедушку, с которым провела все свое детство до 18 лет. Вот так. Вот под эту, в общем-то, дурацкую картинку, фото Путин трясется за свою жизнь, как никогда, в общем, я еще раз скажу Сергею о том, что неплохо было бы изучать современную науку, развитие искусственного интеллекта и клонирования. Вот так. И понять, что здесь все очень просто. Тот никогда бы так себя не вел и так бы не поступил не только 24 февраля 2022 года. Итак, начинаем слушать Александра Бражникова. Ну, мне кажется, самый главный риск первый, что искусственный интеллект у нас какого-то обучается. Кто-то в него эту программу все заводит. Вот как раз ответственно этот будет, кто это заведет. Но, поверьте, если искусственный интеллект сам его поваром делает, ему напишут, что по гамке это самый лучший генгелет для того, чтобы питать людей, ну, сами понимаете, что произойдет. Вот эта проблема, именно как обучаться будет искусственный интеллект, кто будет изучать, как это делать, это самая большая проблема. А остальное уже вторично, как в моем деле. Хорошо? Я далеко не первый раз это публикую. И те, кто, ну, в общем-то, не расслышали, я скажу ключевые слова. Повар, винегрет, поганка. Я думаю, все понятно. И вот еще фрагмент, который я публиковала не раз. Слушайте. Александр Бражников. Искусственный интеллект должен быть на мир, а у нас, получается, все, что мы сейчас сделаем, в основном направлено на совсем другой переконс. Это проблема. А на самом деле искусственный интеллект – это очень хорошая вещь именно для мирных целей. И никто не использует больше, конечно, мирных целей. Ну, война навсегда отдает стиму всем, скажем, новым технологиям. И я думаю, искусственный интеллект там будет сейчас использоваться более активно. И мы просто будем использовать уже искренние решения уже в мирных целях. И я думаю, в течение года-двух это будет происходить. Ну, в общем-то, Александр Бражников надеется, что вот в течение года-двух вот это произойдет, когда искусственный интеллект встанет на службу мира. Вы знаете, я, не вникая в смысл произнесенного, вот, я себя не хвалю, вот, не хвалю. Вот, я предположила, это было зимой, что работает несколько искусственных интеллектов. И именно об этом, что какой-то вот должен, должен, ну, в общем-то, вот это все закончить. Я не знаю, вот, я единственное не знаю, как вот эта психотропная волновая обработка на народ, как ее уберут. Я, вот здесь я, простите, вот этот момент я не понимаю. Ну, вот, еще раз скажу, что я, опять же, себя не хвалю, но самое главное, самым таким важным было у меня, это для понимания мной всего, это книга Эрвина Шрёдингера. Вот, я считаю эту книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь» ключевой для понимания всего произошедшего за, простите, 80 с лишним лет. И также считал ученый, ведущий специалист по молекулярной биологии, Стенд и Келлендер еще также считал, но они вместе вот написали эту книгу «Молекулярная генетика». Вот, и я этому обстоятельству повторю очень довольна, что ушла я верным путем. Самое главное, что мне удалось понять, где была ошибка и почему так произошло, и кто автор вот этого, вот этого, как бы сказать, не то что… Автор этой закрытости темы и клонирования, и, простите, простите, телепортационного распространения не только молекулярной биологии, но и молекулярной психологии. Он сам и автор этого понятия «Молекулярная психология». Это Фрэнсис Крик. Это было великое лукавство, когда он отказался от своей теории, признав ее ошибкой, и вернулся к Чарльзу Дарвину. Вот все-то с той поры стало закрыто, и, в общем-то, народ стал пребывать в одурении. Вот в одурении. А плюс еще добавили, как вы все помните. Какой самой главной наукой стало у нас в 90-х середины, там и дальше? Астрология. Вы помните, да? Вот так. Что будет с миром, что будет с тобой, тебе скажут астрологи. Представляете? Вот это был ужас. Опять же, простите, всякие оккультные науки, вот это все шаманство, вот это все, я не знаю, вот это полоса безумия, о которой говорил Сергей Петрович Капица и предупреждал. И все это было в сочетании с ТВ-гипнозом, который и сейчас продолжается. Вот. Современные Аллы на чумаке. Вот они вот это вот и продолжают. Его дело по одурению народа. И это не только в России. Колдунов по израильскому ТВ гораздо, еще больше, еще больше. Я серьезно говорю, вот когда я там жила, я была в шоке. Не думаю, что сейчас там вместо колдунов какая-то вообще современная наука, и люди там изучают возможности искусственного интеллекта и его развития. И я повторю, что вот я свидетель того, что в Пущино вот это все проникло. И вот это было все в сочетании с каким-то невероятным количеством наркотиков. И, в общем-то, кто там вообще появились? Адвентисты седьмого дня, всякие тоже оккультные штуки. И все это было. И там, в биологическом центре Академии наук, тоже произошла катастрофа. Вот именно в это время. Я заканчиваю, продолжу в следующем репортаже.